Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печуев, и сегодня я хочу показать вам глифы славянские или этрусские, их иногда еще называют, то есть древнеславянские, древнерусские, использовались в IV и III столетии до нашей эры, сохраняясь всего лишь 12 глифов. Применялись они в водяной магии, на воде чаще и так далее. Я вкратце назову значение, полностью я информацию не буду давать, так как не доверяю ютюбу и вообще интернету. Надеюсь информация будет полезна, как говорится, авторские права все защищены в принципе, интернет давно уже сливает тех, кто ворует у кого-то. Приступим. Так, первый глиф, я дам его вкратце, только значение, вкратце. Полное уже, как говорится, другое дело. Так, первый глиф, это для усиления воли и в борьбе, участие. Второй, это у нас, так сейчас приближу немного, серебрение на рукописи. Так, второй, мать воды, третий. Это успех в делах, четвертый. Сила водной магии, пятый. У всех спираль, закрученная в определенном моменте. Так, пятый. Это у нас, стоп в делах, шестой. Так, приблизительно, вот шестой. Так, шестой, сыпь на коже, то есть это порча. Седьмой. Подчинение человека. Восьмой. Это морок, как бы. Девятый. Девятый удача в воде. Ну и защита тоже от негатива в воде. Десятый. Это у нас морок. Одиннадцатый. Это запутать, утопить. То есть негатив, по сути. Ну, еще для утопления кошек, я помню, котят использовали. Так, последний, двенадцатый. Это сила водной магии. Вот такие глифы. Надеюсь, информация будет полезная. Делитесь видео. Всем удачи, успехов. С вами был Александр Печуев. Удачи. С вами был Игорь Негода.